Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема, которую мы хотим сегодня обсудить – социальный рейтинг, китайский опыт и российские перспективы. Представляю моих собеседников. Захар Шашин, руководитель чайного клуба мойчай.ру, Киров, кандидат философских наук. Олег Касин, руководитель международной юридической компании «Касин и партнеры», юрист. Здравствуйте. Здравствуйте. Выбор сегодняшней темы связан с тем, что с 1 января этого года в Китае вступил в силу закон, согласно которому каждому гражданину присваивается социальный рейтинг. Рейтинг зависит от того, как человек исполняет свои обязанности гражданина. Соответственно, люди с высоким рейтингом могут рассчитывать на увеличенное количество социальных благ, а с низким, наоборот, предоставление социальных благ им будет ограничено. Китайцам с низким баллом будет запрещено занимать высокопоставленные должности или вообще госслужба. Запрещены дальние поездки, могут отказать в займах, могут даже запретить высокоскоростной интернет, а и детей не возьмут в престижные школы. Тем, кто не служил в армии, нельзя будет отдыхать в определенных отелях. По некоторым данным, уже несколько миллионов китайцев из-за низкого социального рейтинга столкнулись с проблемой покупки билетов на транспорт от самолетов до скоростных электричек. Вот за то, у кого высокий рейтинг, получают скидки по коммунальным счетам, а при пользовании каршерингом могут не вносить залог, также могут брать кредиты с меньшими процентами. Люди с высоким рейтингом получают вип-обслуживание в отелях и аэропортах. Их детям открыты двери в лучшие университеты, а сами они могут претендовать на занятия лучших вакансий. Люди с высоким социальным рейтингом чаще получают разрешение на выезд из страны. Изначально каждому китайцу даются стартовые 100 баллов, далее он может увеличить или уменьшить свой рейтинг. Что китайцы должны делать, чтобы повысить свой рейтинг? Заниматься благотворительностью, вежливо себя вести, хорошо учиться, демонстрировать высокие показатели в работе и так далее. За что рейтинг снижают? За грубое поведение, за отказ от общественных работ, отказ от службы в армии, за мошенничество, за уклонение от уплаты налогов и так далее. Китайские средства массовой информации объясняют внедрение рейтинга необходимостью построения общества верховенства закона и повышения качества рыночных отношений. Для китайцев на современном этапе характерен достаточно низкий уровень доверия. Вот, например, незнакомого человека в бизнесе могут просто обмануть, кинуть, и поэтому активными сторонниками социального рейтинга выступают именно бизнесмены. Так, например, крупнейшая компания интернет-продаж, Alibaba Group, уже использует социальный рейтинг в своих операциях. И основатель компании Jack Ma считает, что при заказе товара через интернет, если люди видят, что у продавца высокий социальный рейтинг, то они уверены, что он их не обманет. Пока китайские власти используют рейтинг, однако, не активно. В основном, повышая его тем, кто занимается благотворительностью и волонтерством. Снижение же идет в основном за просрочки по кредитам банков. Вот такая вводная информация. Теперь вопрос к моим коллегам. Как вы относитесь к такой китайской инициативе? Полезная она, вредная? Кто хочет начать? Олег Валерьевич. Да, вот хотелось бы еще дополнить, что в открытых источниках информации, что особенно поражает, В Китае данные баллы за благонадежное, скажем так, поведение начисляются еще и за отношения, например, к престарелым родителям. Ну, и снимаются ровно за то же, за плохое отношение. Кроме всего прочего, выступления антиправительственные, в том числе в интернет-среде, тоже караются снятием этих баллов. Но мне лично, как юристу, хотелось бы посмотреть на этот документ. Потому что слухов-то много, а конкретно, где же закреплена эта бальная система, увидеть не представляется возможным. И да, китайская правовая система, она, конечно же, не впереди планеты всей однозначно. Тот документ, о котором вы говорите, скорее всего, это гражданский кодекс. Он впервые в Китае был принят, только и вступил в действие 1 января 2021 года. До этого были отдельные законы, не сведенные в общий свод. И тут мы, конечно же, видим желание все контролировать, всем управлять и на всем держать, что называется, руку на пульсе. Но ведь эти попытки точно родились не в Китае впервые. Мы с вами помним, во времена Советского Союза такой социальный рейтинг ведь тоже существовал. Другой вопрос, как он был обозначен. Почетные грамоты, благодарности, записи в трудовой книжке. Ведь это все признаки того самого социального рейтинга. Другой вопрос, техника, конечно, шагнула вперед и развивается теперь семимильными шагами. И это все можно сделать в автоматическом режиме. Но у меня вопрос, возможно ли оперировать вот такими огромными данными. Скорее всего, наверное, нет. Потому что вот в заявленных характеристиках, это 160 тысяч характеристик и 140 государственных органов в Китае должны отслеживать вот эту информацию. Я думаю, что попытки такие, да, возможно, в Китае будут наиболее успешными. Так как государство контролирует, по крайней мере, пытается контролировать каждого члена общества, насколько они будут успешны. И да, в первую очередь этому будут подвержены компании, частные компании. Ну, насколько я знаю, в тест-таллент-режиме давно шел эксперимент по социальному рейтингу. И на текущий момент, опять-таки, насколько это, так сказать, позволяет информация, которая поступает оттуда, сказать, все-таки нет единой системы. В каждом провинции свои характеристики, во-первых, которые заводятся, и свои возможности по отслеживанию этого. Мало того, в общем-то, китайские власти дубинкой-то пока не размахивают. Даже, скорее, больше, так сказать, какие-то преференции небольшие дают тем, у кого рейтинг повышается, а вот, так сказать, каких-то репрессивных мер не применяют. Давайте мы еще Захара Сергеевич спросим. Спасибо. У меня получилось посмотреть несколько научных исследований зарубежных. На русском языке действительно очень мало информации. На английском востоковеды, особенно немцы, достаточно глубоко изучают и моделируют разные системы социального рейтинга. Насколько я понял, до 2020 года как минимум несколько десятков систем было разработано. В пилотном варианте в 2019 году три десятка городов участвовало во всем этом деле. И вот то, о чем вы говорите, как раз документ. Вот эта задача поставлена к 2025 году. Сейчас их несколько сотен разных документов, которые регламентируют деятельность социального рейтинга. Вот как это все свести из такого фрагментарного состояния в единую систему уже национально, это вот задача на вот эту пятилетку с 2021 по 2025 год. То есть это мы еще все впереди, еще все увидим. Вот, по поводу того, давно ли это все придумано, очень интересное исследование. Вот тоже как раз немецкие коллеги, они вообще проводят параллель, что, в принципе, вот эта система социального рейтинга существовала в Китае в период еще борющихся государств. А это и далее была закреплена впервые при Цишингхуанди, когда была создана система, такая так называемая медитократическая бюрократия, когда сложная бюрократическая система создавалась за счет выстройки набора лучших из всех. А что для этого нужно было сделать? Пройти большое количество испытаний, различные экзамены и прочее, но в основном это касалось бюрократию. Так что две с половиной тысячи лет примерно назад придумали, вот сейчас, видимо, на технологический план решили это все дело применить. И вот тоже хорошее исследование. Уже было сказано, что скорее будут компании подвержены этой системе. Действительно, более 70% всех существующих норм на данный момент касается именно компаний. Обычных граждан только 10%, вот упоминание в документах было посчитано. Так что больше интересуют, как ведут себя компании. И 19-й год и 20-й год были хороши в этом плане, потому что они позволили показать и размежевать социально ответственные компании в Китае и социально неответственные компании по отношению, в первую очередь, к COVID-19. Тем не менее, социальный рейтинг – это личный рейтинг, это не рейтинг компаний. А вот как раз исследования немецкие показывают, что не только личный. Не только личный, в том числе компаний. Но нас-то вот интересует отношение, конечно, к личности. Потому что, возможно, кто-то из наших слушателей думает, ну, мы не китайцы, нам до всякого рода социальных рейтингов далеко. Это у китайцев 2,5 тысячи лет уже все это существует. Вот разочарую, на самом деле, рукой подать. Технологии-то практически внедрены. В Москве, например, в ряде супермаркетов уже можно расплачиваться лицом. Камера вас опознает, идентифицирует, и со счета спишется сумма покупки. К концу 2021 года такую систему оплаты обещают внедрить и в метро. Впрочем, камеры снижения будут не нужны, если алгоритмам поручат обрабатывать информацию, которая содержится в наших телефонных звонках, в нашей переписке на предмет неблагонадежности. Уже сегодня людей подвергают, вы знаете, уголовного преследования за перепосты запрещенной информации в социальных сетях. Сотни россиян получили за это наказание, вплоть до реальных сроков лишения свободы. Дело за малым. Выстроить систему поощрений и наказаний, и ввести параметры слежения. Вот это и будет социальный рейтинг. И такие предложения-то уже есть. Например, члены общественной палаты России Александр Малькевич хочет, сейчас процитирую, чтобы страдали те, кто плохо себя ведет, конец статы. Для этого он предлагает внедрить в Россию цифровой рейтинг. Суть его предложения в том, чтобы наделить граждан определенной равной у всех суммой баллов, а дальше она будет либо расти, либо уменьшаться, в зависимости от того, что полезного или вредного сделал гражданин. В общем-то, примерно как в Китае. И господин Малькевич, кстати, не одинок. За внедрение цифрового рейтинга россиян высказывается известный профессор финансового университета при правительстве России Олег Матвеевичев, а также известный телеведущий Дмитрий Киселев. Идея социального рейтинга одновременно пугает, конечно, но и привлекает. Пугает тем, что тотальная цифровая стрежка окончательно убьет в стране свободу, а привлекает перспективой справедливости, сдерживания преступности. И вот мне кажется, что если бы сегодня в России состоялось голосование за или против внедрения социального рейтинга, то у него, казалось бы, очень много сторонников. Отсюда вопрос. А так ли нам стоит опасаться внедрения в Россию вот такого рейтинга цифрового, диссоциального? Вот как вы полагаете, насколько это опасно? Ну, опасаться, я не знаю, ну, опасаться, давайте будем опасаться дождя, снега, гололеда. Вот это естественная вещь, а социальный тренинг это же не естественный? Это в любом случае будет, оно уже есть. Я вам больше скажу, что вот сейчас в моем лице имеете отритингованного эксперта города Кирова, 10 уровня в крупнейшей поисковой системе Российской Федерации, не будем называть, да, почему бы и не называть, в Яндексе, например. Там же экспертность, она добавляется в виде там звездочек, насколько часто, актуально, релевантно ты делаешь отзывы. Соответственно, а знаете, один шажок остался для того, чтобы Яндекс стал государственной компанией, я так считаю. Вот вам государство будет владеть неким рейтингом. Вот я в нем уже отритингован. Владимир Савич, я думаю, и вы тоже в нем уже отритингованы. Ну, вы немножко утрируете тут речь о другом. Да, я понимаю, что... Речь об обязанностях гражданина, то есть, каковы гражданин, благонадежный, неблагонадежный, а вы говорите о том, какой вы эксперт, причем для частной компании. Это немножко не то. Это первый шаг. Ну, Алибабад, тоже частная компания, они не пользуются этой системой, неплохо. Я сейчас продолжу. Дело-то в том, что, понимаете, тут у нас возникает философский вопрос. Меняем ли мы свободу на справедливость? Да, справедливость хорошо, да, замечательно, но стоит ли она свободы? Для меня ответ в понятие. А какую свободу-то вашу ограничили? Вот в чем она ограничена? Приватность моя, моей жизни, моих ответов, моих воззрений, начиная от политических, заканчивая сексуальными. Пожалуйста, ведь я имею право думать о чем-то, говорить о чем-то. И если это на сегодняшний день будет не совпадать с руководящей, значит, линией партии, то я сразу же становлюсь неблагонадежным. Ну, простите, через пять лет я опять стану благонадежным в связи со сменой. У нас линия партии, как вы говорите, да, то есть это такое, фигура речи понятна, да, она всегда совпадает с тем, какие законы принимаются. Поэтому, если вы поступаете, соответственно, с принятыми законами, другой вопрос, какие законы, это другой же вопрос, да. Но, тем не менее, если вы поступаете с принятыми законами, вы вполне благонадежны, и вам опасаться-то, в общем-то, нечего. Всё правильно, никто и не опасается. Другой вопрос, что ведь социальный рейтинг – это не совсем про законы, это ведь про контроль частной личной жизни. Это, тем не менее, про законы. То есть, если вы нарушаете законы какие-то, пусть и мелкие, рейтинг падает. А если вы ведёте активную гражданскую позицию, не просто соблюдаете законы, а ведёте гражданскую позицию, рейтинг растёт. Я хочу привести очень такое интересное наблюдение. Смотрите, мы говорим про Китай, а в Китае ментальность несколько отличается от нашей. И для китайца потерять лицо – это очень страшно. Если тебя будет обсуждать и осуждать общество, ему очень неприятно. И знаете, как этим пользуются? В принципе, у нас тоже эти методики есть, они известны. Это почётная доска и доска позора. И если ты висишь на почётной доске, это очень хорошо. А если ты висишь на доске позора, то для китайца это очень плохо. Вот простой пример, поскольку у меня был опыт жизни в студенческом городке в Китае. Там, значит, если ты приводишь или студент приводит к себе в общежитие кого-то противоположного пола, это считается очень нехорошо. И обычно его фотографии вывешивают и говорят, вот какой он негодяй, смотрите, что он сделал. Чем многие европейцы или русские пользуются, для них это, наоборот, честь. Если мою фотографию, значит, повесят, и она там будет 3-4-5 раз висеть, вот сколько я там к себе наводил. Поэтому у нас... То есть то, что делают китайцы, они делают под себя. То, что внедряют в Россию, всё-таки оно нисколько отличается, на мой взгляд. Россия-то не внедряют ещё, но предложения такие есть. И сейчас мы-то как раз уже перешли к вопросу, а, собственно говоря, насколько опасно это, если будет внедрено в Россию. Ну вот смотрите, да, напрямую мы китайский опыт не можем воспроизвести в силу ментальности нашей. А с другой стороны, давайте посмотрим, за что снижает социальный рейтинг. Если ты просрочил кредит на больше, чем 3 месяца. Если ты не заплатил за проезд в общественном транспорте. Если ты перешёл дорогу в неположенном месте, например. Кстати, тоже вот пример. Такое, много где он встречается. Просто портрет девушки размещен на автобусе. Автобус проезжает по дороге, и камера фиксирует, как будто бы она перешла дорогу в неположенном месте. Это вот ошибки системы. Да, такие. Могут быть курьёзные, могут быть некурьёзные. Умножим на полтора миллиарда человек. Таких ошибок будет очень много. Но с другой стороны, а в чём проблема-то? То есть кредитный рейтинг уже существует. И для многих возможность доступа к банковским деньгам и банковским услугам – это очень серьёзная вещь. И мы уже это имеем. У нас вопрос нарушения каких-то кодексов, уголовный – это отдельная история, гражданский кодекс. Но мы уже имеем систему наказаний за это. Ну вот я и говорю, а в чём проблема-то? Может быть, давайте я ещё один вопрос формулирую, чтобы нам было более понятно. То есть давайте подробнее сначала объясню, что такое социальный рейтинг, как он работает. И тогда, может быть, нам станет понятнее, проблема это или не проблема. Итак, социальный рейтинг – это система контроля за гражданами и их поведением, которая должна мотивировать людей и людей отказаться от антисоциальных поступков и от нарушения закона. Система социального рейтинга базируется на трёх основаниях. Первое – это само рейтингование, то есть каковы правила игры, или за что начисляются, или снижаются баллы. Второе – это из каких источников система получает информацию для дальнейшей обработки. Ну, например, отчёты полиции, камеры видеонаблюдения, социальные сети и так далее. И, наконец, третье – это то, на что, собственно, влияет ваш личный рейтинг. Например, на право занимать определённые должности или на покупку билетов на самолёт. Как я уже говорил, тема социального рейтинга граждан не первый год и в Китае существует, и давно поднимается по всему миру, и при современном уровне развития технологий организовать систему эту вообще несложно практически в любой стране. Мало того, одно из оснований рейтинга – контроль за деятельностью граждан, чего мы больше всего-то и боимся сбора информации, так он уже повсеместно реализуется. Он просто реализуется. Обычно под предлогом пресечения терроризма или противоправной деятельности. Чтобы контроль за гражданами превратить в систему социального рейтинга, надо лишь определить правила игры. Иначе говоря, что из того, что делает человек, является хорошо, то есть, что такое хорошо, а что плохо, за что государство будет поощрять, а за что наказывать. Отсюда возникает, казалось бы, философский, но очень такой практичный вопрос. А как определить, что такое хорошо, а что такое плохо? Как не ошибиться? Существуют ли одинаковые для всех принципы того, что однозначно хорошо, для тебя, для меня, для соседа по этажу, для неизвестных мне людей, многочисленных в российских городах и сёлах? А что для нас, для всех, однозначно плохо? Вот можете кто-нибудь попробовать так ответить? Владимир Сергеевич, так ведь это поэтому и невозможно сделать вот этот социальный рейтинг. Ровно поэтому. Да, информация собирается. Да, огромный массив информации уже имеется. Что с этим делать? Как принимать решение действительно, что такое хорошо, а что такое плохо? Этим занимаются специально обученные, долго практикующие люди. Называются они судьи. В каждом конкретном случае, исходя из ситуации, исходя из собственного субъективного убеждения, на основании права, выданного им государством и обществом, они принимают решения. Есть должностные лица, например, сотрудник ДПС. А давайте вы определите, что такое хорошо, что такое плохо. Есть основания какие-то, однозначно считать. Вы сразу перекладываете на плечи судей. С ними всё понятно. Вы своё-то личное мнение имеете насчёт того, как можно определить? Это невозможно определить. Это невозможно. Конечно. Им возможно, а вам невозможно. Вот в системном, исходя из того огромного массива данных, которые сейчас обработаются, автоматически... Ну, можно же взять какие-то мало, как один, два, три принципа взять из-за основы. Так это всё делается. Ну, вот всеобъемлющую систему социального рейтинга при тех... У нас до рекламы-то немного времени. Давайте мы ещё успеем подумать о Захаре Сергеевиче по этому поводу что-то... Мне кажется, что сама технология, которая здесь предлагается и реализуется, в ней нет ничего плохого или хорошего. Это, в принципе, технология так называемого принятия решений, основанного на данных. Когда мы цифровизируем максимально все потоки, которые есть в бизнесе, в государстве, в обществе, мы максимально всё цифровизовали. И на основе этого можем какие-то подкрутки делать и всё вот это решение принимать. Опять, если мы возьмём сейчас Китай, то там пока централизации-то и нету. Там есть вот эти отдельные субъекты, которые принимают как раз... Где-то ты получаешь плюсы за то, что ты высаживаешь деревья, а где-то там то, что ты не платишь... Давайте мы от китайцев-то уйдём. От китайцев-то уйдём, да? Бог с ними, с китайцами, да. Меня-то беспокоит. Вот как у нас могут определить, вообще как, возможно определить, справедливо это или несправедливо? Потому что хорошо и плохо для меня справедливо и несправедливо, если так. Смотрите, на мой взгляд, тут же водораздел достаточно простой. Если человек нарушает, например, административный кодекс, ну вот, пожалуйста, мы можем снимать с него... А он может быть несправедлив. Он может быть несправедлив, и наш город назван в честь революционера и полгородской... Только сейчас о переименовании не будем, да, да. Не, я не про это. И, в принципе, у нас революционности в нашей культуре достаточно много. Да, я согласен. Вот система должна быть гибкой. Но, с другой стороны, кредит взял, кредит-то нужно платить. Понятно. Это невозможно сделать. Нет никаких алгоритмов без участия человека автоматическим образом сделать так, чтобы решение принималось справедливо, исходя даже из больших данных. А что такое справедливость? Возникает вопрос. Ну, я думаю, что о справедливости нам надо как-нибудь отдельную передачу сделать. Ну, потому... А сейчас мы с вами уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Ума-палата. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата». Я ее ведущий Владимир Сизов. Тема, которую мы сегодня обсуждаем – социальный рейтинг, китайский опыт и российские перспективы. Мои собеседники. Захар Шашин, руководитель чайного клуба «Мой чай.ру» Киров, кандидат философских наук. И Олег Кассин, руководитель международной юридической компании «Кассин» и партнеры «Юрист». Ну, вот до перерыва мы с вами обсуждали много вопросов, в частности, о том, каким образом можно вообще определить хороший поступок или плохой, справедливость, несправедливость. То есть, может ли быть в России внедрена система социального рейтинга. И вот, исходя из того, что мы с вами обсуждали, у меня лично все равно такое мнение возникает, что в любом случае это нарушение человеческой свободы и прав человека. Вот как ни крути. То есть, если такой социальный рейтинг вести. Ну, основываясь хотя бы на вашем мнении, что невозможно автоматически определять, совершил человек, так сказать, хороший поступок или плохой, потому что в корне он может быть по виду плохим, но он, когда копнуть глубже, оказывается, для чего-то это совершил, для чего-то хорошего. Исходя из условий, в которых он был совершен. Поэтому внедрение социального рейтинга может привести вместо свободы общества, то есть, свободного общества мы можем получить общество тоталитарного, ежеминутного контроля, ну, добро, ладно, только контроля, но и одновременно с этим наказание. То есть, если бы было только, так сказать, наблюдение, которое и так происходит у нас сегодня, это одно. Но если еще за это наказывать, за то, что ты там что-то делаешь не так, то есть, ну, будут понуждать постоянно какому-то образу действия. То есть, инакомыслие будет абсолютно вне закона. И сразу у нас возникает картинка, какая из романа Джорджа Урэлла, 1984 год, да. — Владимир Сергеевич, можно как раз прокомментировать этот момент? Тоже очень важный момент, мне кажется, потому что практически всегда, когда про вот эту систему говорят западные спикеры, они всегда говорят про Урэлла. Если мы посмотрим на китайцев, там другое восприятие. Там про другие говорят, да. Но мы-то говорим применительно теперь к России, если к нам. То есть, китайцы-то, они пускай делают все, что хотят. Если вам не нравится Урэлл, хорошо, давайте я назову Евгения Замятина, роман «Мы». Это российский, советский роман, при чем-то сказать. — А там вот восприятие, что мы сейчас построим прозрачную систему управления. Личность, да, вопросы подавления свободы воли — это отдельная вещь. Но с точки зрения управления это же очень эффективно. И распределение ограниченных ресурсов — это же один из вопросов глобальных, таких серьёзных для государства. — Вот, видите, опять возникает философский вопрос, что первичная идеология или желудок, да, то есть, материальная. То есть, опять мы возвращаемся, что такое хорошо, что такое плохо. Но к чему ведёт-то это всё? То есть, вот, меньшинство может оказаться неправым, быть гонимым. Ну, это сегрегация называется, да. То есть, ущемление меньшинств в правах. А к чему ведёт? А вспомните Христа распяли. Да? И что при этом толпа кричала? Она кричала, распни его. То есть, большинство считало, что он неправ. Большинство хотело его смерти. А сейчас что? А сейчас мы оплакиваем, так сказать, эти действия и считаем, что вот как это всё было. Как-то всё нехорошо получилось. Потом, ну, ладно, другие, более свежие примеры, менее такие, скажем так, легендарные или мифологичные, когда десятки миллионов евреев, цыган, славян и других национальностей погибли от рук фашистов только потому, что не соответствовали придуманному нацистами стандарту арийской расы. Возникает опять-таки вопрос, существуют ли вообще сферы человеческой жизни, в которых насилие от государства над личностью оправдано? Вот я бы так поставил вопрос. Потому что государство – это и есть аппарат подавления и насилия. И нуждения и насилия. Но оно, вот, чаще всего люди это не воспринимают, что это хорошо, да? То есть, как надо мной, там, государство в очередной раз надругалось. А есть такие сферы, где насилие всё-таки оправдано над человеческой личностью и свободой? Ну, наверное, я думаю, что есть. Так, навскидку определить – это, конечно, затруднительно и назвать эти сферы. Но абсолютно точно никакое автоматическое заранее определённое решение по тому или иному, либо заслуги, либо проступку определить невозможно. Вы, Олег Валерьевич, если говорите, что-то невозможно, вы это доказываете. Вот у нас так как бы не принято сказать, а вы почему так решили-то? Потому что технические возможности ещё не позволяют нам это сделать. Просто вариативность некого искусственного интеллекта. Ну, вот даже в 1925 году только китайцы собираются, так сказать, на автоматику всё это перевести. И вот то, что сейчас как искусственный интеллект развивается, эти нейросети, ну, вот у меня убеждение такое, что то, что и они уже сейчас могут делать, так они легко вам, так сказать, определят. Человек совершил поступок хороший или плохой, если, конечно, завести определённые данные. Вот он перешёл не в том неположенном месте дорогу, что трудно, так сказать, определить, что это плохо разве. Но стоит ли за это наказывать? Определить, понимаете, определять и иметь своё мнение, это, ну, в праве любой человек. Ну, вот доступно ли это и возможно ли это машине делать? Доверять? А ведь системы автоматически всё равно проектируют люди, поэтому мы закладываем туда нашу систему ценностей. Ну, даже сегодня, когда, если, ну, не дай бог вам штраф придёт за нарушение правил дорожного движения, я не знаю, вы автомобилист или не автомобилист, вот, вы ведь имеете право его оспорить. То есть вы имеете право, если считаете, что штраф пришёл несправедливо. Ну, почему бы и тут такой системы не было? Ну, снизили рейтинг, посчитали, что несправедливо, обратились, вам его подняли обратно. Ну, конечно, так ведь можно тоже делать. Но есть, например, сотрудник, который принимает это решение. Мы в любом случае обращаемся не к машине, мы обращаемся к человеку, который не делён таким специальным правом. Хорошо. Польза там есть от социального рейтинга или нет? Безусловно. Ну, во все времена... То есть вы за то, чтобы он был внедрён в Россию или нет? Я за то, чтобы всё эволюционно развивалось. Не революционно, не какими-то сверхусилиями или по указке сверху, или снизу, или сбоку. А всё должно быть эволюционным путём. Ну, эволюционно – это природный путь. Конечно. Путьём развития в том числе. Когда эволюцию пытаются наложить на социум, на общество, то и получается фашизм, между прочим. То есть это тут, наверное, неуместно. Но я к этому не призывал за меня. Ваш вопрос, имеет ли право государство применять насилие, если на него отвечать? Мне кажется, единственное, кто имеет право применять насилие – это государство. Это его базовая функция. Если у государства нет монополии, а есть ещё какие-то акторы, которые могут применять насилие, то это государство уже такое немножко… Не совсем точно. Я бы сказал, в каких областях государство имеет право применять насилие. То есть в каких сферах, может быть. Потому что право-то оно имеет. Но если оно было налево-направо применять, то, наверное, это будет не очень хорошее государство. То есть люди либо помрутся, либо сбегут. Действительно, кстати, вот тоже, если к китайскому муту вернуться, то там есть разные регионы и есть тоже внутренняя миграция, в том числе из-за вот этой системы наблюдения. Ну, отвечая на поставленный вопрос, мне кажется, что в социальном рейтинге нет абсолютного зла. Это уже однозначно. Плюс, если посмотреть на практики, то рейтинг же это не то, что высечено в камне. Он постоянно поднимается и опускается. Более того, если ты совершил что-то негативное, и у тебя упал рейтинг, то есть причины, по которым он может сам подняться выше, там, по истечению срока давности, например. Это инструмент. И вопрос, кто этот инструмент контролирует. Если общество контролирует этот инструмент, он будет работать на благо общества. Спасибо. Ну, в конце передачи я свой собственный вывод тоже сделаю. Все-таки, мне кажется, система социального рейтинга – это насилие над личностью. И не может быть ничего более ценного для личности, чем ценность свободы и его прав, ну, прав человека. Единственный повод нарушить права человека – это если их ограничить, это если человек сам нарушает свободу и права других людей. И это, как бы, тот критерий, по которому и государство может осуществлять свои акты насилия. Мои рекомендации по теме сегодняшней дискуссии, для тех, кто по каким-то причинам не читал знаменитый роман Джорджа Оруэлла «1984-й», то надо прочитать. Кто прочитал, значит, надо прочитать Евгения Замятина «Мы», ну, или хотя бы Олдоса Хакслия «От дивный новый мир». Ну, а кто не хочет читать, можно посмотреть первую серию третьего сезона известного сериала «Чёрное зеркало». Она называется «Ноуздейв», что примерно переводится как «нырок, падение или пике». Ну, вот на этом, наверное, всё. Даже ещё есть иная рекомендация. Есть замечательное аниме, называется «Психопаспорт». Вот абсолютно про эту тему. Хорошо. Тогда спасибо за внимание и до следующих встреч. До свидания. До свидания. Всего доброго. Ума-палата Ума-палата Ума-палата